В холодном жилье с четырьмя маленькими детьми. На Ставрополье набирает обороты скандал, который разгорелся в Ипатовском районе. Дом многодетной матери отключили от газоснабжения за долг в 15 тысяч рублей. Женщина и ее малютки жили без отопления, пока об этом случае не узнали краевые власти. Чем завершилась коммунальная драма, расскажет Александр Григоров. Когда я заболела, я перестараю ходить в школу, а когда я выстрел, буду ходить в школу. То есть теперь тепло и ты больше не будешь болеть? Нет. Старшая из четырех малышек о прошедшем теперь вспоминает с улыбкой. Более полугода многодетная семья жила без газа. Еду готовили у соседей, а в особенно холодные вечера укутывались потеплее. Беда случилась у меня в апреле этого года. Отрезали газ за задолженность. И тут я узнаю через телевидение, что оказывается многодетным матерям газ могут не отключать, а давать возможность рассрочки. И все из-за 15 тысяч рублей долга. Всего в семье 4 ребенка. Трудности пережили стойко, правда, все успели переболеть. Только после того, как об этом случае узнали региональные власти, дело сдвинулось с мертвой точки. Депутат Краевой думы Николай Новопашин взял тему под личный контроль. После решения проблемы он приехал навестить Елену. Поселок Залесный совсем незаметная точка на карте Ставрополья. Но после того, как здесь разыгралась коммунальная драма, населенный пункт стал известен на весь край. Примечательно, что тепло включили 11 ноября на день рождения самой маленькой малышки. Сам Николай Новопашин считает, что несмотря ни на что, решать такие проблемы святая обязанность чиновников на всех уровнях власти. Я сначала подумал, может быть она выпивает, может какая-то женщина с проблемами. Она сама чистенькая, прятная, детки, все. Она сказала, что несколько месяцев мы сидим в холоде и даже детки стали писец. И это меня так возмутило. Главное, что хочу сказать, что те главы муниципалитетов, которые сегодня работают на Ставрополье, самое главное, что им нужно, внимание. Если мы будем, понятно, не все можно решить. Но если к каждой семье, к каждой проблеме подходить как к своей, то многое можно решить. После того, как случай приобрел огласку, деньги и товары первой необходимости для семьи начали собирать и неравнодушные ставропольцы. Сейчас женщина оформляет пакет документов для получения субсидий, детских пособий и особого статуса. На вопрос, почему не обратились за помощью раньше, Елена отвечает честно, боялась. Бывают всякие трудности. Да, у меня с газом, у кого-то еще что-то или со школы еще. Но мы боимся обратиться, потому что мы боимся, что начнут нас сразу забирать детей, нас начнут клевать. У меня в данный момент, у нас вот радость в доме, счастье и тепло. Что самое главное, учитывая, что скоро будет снег, да. Кстати, отец семейства бросил жену с девочками после того, как возникли первые трудности. Где сейчас мужчина остается загадкой. Впрочем, о нем во время записи этого репортажа никто ни разу и не вспомнил. Александр Григоров, Татьяна Шевцова и Антон Багринцев. Ставропольское телевидение.